Песня Петропавловская Песня Петропавловская Песня Петропавловская Глава региона Эдарбек Сапаров принял участие в праздничном мероприятии на главной площади областного центра. Побывал он в каждой юрте, пообщался со спортсменами, ремесленниками и с гостями праздника. К примеру, в юрте Ассамблеи народа Казахстана Акиму показали обряд Тусау-Кису, а в юрте библиотеки имени Сабита Муканова – обряд Сырга-Асалу. Глава региона отметил, что наурыз – праздник мира и созидания. В его основе лежат высокие духовные ценности казахстанцев, традиции и обычаи. Уважаемые североказахстанцы, дорогие гости, от всей души поздравляю вас с праздником наурыз Мирама. Этот праздник испокон веков является символом возрождения, обновления природы и началом новой жизни. Лучшие традиции народа нашего и высокие духовные ценности лежат в основе этого светлого весеннего праздника. Праздник мира и созидания – великое наследие наших предков, которые мы должны беречь. Новосибирь возродился вместе с нашей независимостью, став поистине общенародным праздником, основой новых начинаний, фундаментом дружбы, единства и согласия. Вдохновляющая атмосфера праздника направляет нас на достижение новых успехов. Перед нами стоят большие задачи. Благодаря трудолюбию и сплоченности североказахстанцев мы сможем достичь всех намеченных целей. Уверен, только вместе, общими усилиями мы сумеем обеспечить благополучие и процветание нашего региона. Продолжился праздник яркой концертной программой. Илья Кудряков, Михаил Казначеев, специальный репортаж. Низкая температура, не помеха жителям и гостям Петропавловска – хорошо провести время. Сегодня к нам в город специально в честь праздника Науры Смейра мы приехали звезды казахстанской эстрады, чтобы еще раз поздравить всех с этим замечательным праздником. Подожигательные песни группы Орда «Ноги сами идут в пляс». Всех жителей Петропавловска, всех североказахстанцев поздравляю с этим замечательным праздником. Науры Смейра был сын. Хочу пожелать в первую очередь крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над землей. Всего самого хорошего и доброго нашим североказахстанцам. Чтобы у всех было все хорошо, в каждой семье, в каждом шараке. Главное, чтобы наш казахстан процветал, чтобы наши дети, внуки радовали. Будущее, чтобы у них поколение выросло хорошими. Поздравляю всех с выступающим, с выступающим, с выступающим, с выступающим, счастья, хорошего настроения и побольше здоровья. Также на площади развернулся и фестиваль мастеров-ремесленников из разных регионов Казахстана, Российской Федерации и нашего Петропавловска. Обработка дерева, кожи и металла, изготовление ювелирных изделий, пошив национальной одежды. Для жителей и гостей города мастера предлагают широкий ассортимент изделий и ручной работы, выполненных в самых разных техниках. Раиса Сагаманян уже два года занимается изготовлением изделий из гипса. Форму для поделок заказывают из других стран. Они пользуются большим спросом, особенно среди девушек. Вообще наборы из гипса пользуются большой популярностью. Это очень актуальный трендовый декор. Используют как в качестве подарка. Девушки любят использовать как для дамского столика, как органайзеры, для хранения косметики. Многие заходят и говорят, у нас ваши наборы есть подаренные, пользуемся, всем очень нравится. Это концерт. Нам, как ремесленникам, очень нравится участвовать в таких выставках, ярмарках. Хочется продвигать, знакомить людей с нашими творениями, изделиями. Людям нравится и нам тоже нравится. Не обошлось празднования и без спортивных состязаний. Прямо под открытым небом организовали турнир по Казакшаку Рез. С каждым годом этот вид спорта набирает всю большую популярность. К слову, за участие в турнире сегодня победители могли неплохо заработать. Очень хорошо, что в такой день организовали небольшой турнир. Это дает стимул молодежи заниматься спортом. Хочу поздравить всех с праздником Наурус Мейрама. Желаю ярких побед, здоровья и мирного неба над головой. Праздник Наурус является одним из самых важных и долгожданных не только для казахстанцев, но и для многих народов Азии. Его отмечают уже больше пяти тысяч лет. Илья Кудряков, Михаил Казначеев, специальный репортаж. Жители Североказахстанской области шумно и весело отмечают День весеннего равноденствия Наурус. Праздничные мероприятия проходят в центре города, а также во дворах жилых домов. Сейчас мы находимся в микрорайоне Береке. Под танцы, песни и игры встретили Наурус жильцы микрорайона Береке. Справляли праздник в лучших традициях. На столе Наурус хожи, плов, баурсаки и другие угощения. Для детей провели игры и церемонию шашу. Также пели песни и рассказывали стихи на сцене. В основном были и пожелания жильцов, которые проживают данные кубики, чтобы провести данное мероприятие на Наурус. Также, соответственно, 26-я школа оказывает активное участие. Также ТОЖ личная служба подготавливала данные сцены. То есть, вот сейчас столб приготовили, будем угощения предлагать жильцам, угощать в честь Науруса. Организовали праздник общими усилиями. Участие в выступлениях приняли учащиеся и преподаватели школы, а также жильцы домов. Угощения приготовили сотрудники жилищной службы. Прохожие и жители других домов могли принять участие в праздновании. С наступающим Новым годом! Желаю счастья всем, мирного неба, чтобы жили дружно. Мне понравилось то, что моя учительница по музыке пела прекрасную песню. То, что конфетками угощаюсь вкусными. И все главное бесплатно. Потому что праздник такой устроили. Все жители остались довольны. Встречают Наурыс вместе уже не первый год. В других дворах города тоже организовали праздничные программы. Встретили Наурыс жители города под песни и танцы. В этот день говорят. Улыс Онбулсен, Акмолбулсен. Лаура Рагимова, Адиль Нуржанов, специальный репортаж. Петропавловский продолжает отмечать главный весенний праздник Наурыс. Сегодня он одинаково дорог всем этносам, проживающим в нашей многонациональной стране. Но мы сейчас находимся перед торгово-развлекательным центром Сити Мол, где собрались от мала до велика жителей 19 и 20 микрорайонов. Открыли праздничную программу выступления артистов областной филармонии. А рядом гостеприимно распахнула свои двери юрта. В честь Наурыза любой желающий мог угоститься баурсаками и другими лакомствами. Поздравляем с праздником. Смотрите, какое солнце светит. Все люди довольны. ТРЦ – это место массового скопления людей. Поэтому сюда мы заказываем и пожарных, и медиков, чтобы было все спокойно. Естественно, мы знаем, что у нас большой поток. Люди приходят. Это сейчас мало только людей, которые пройдет за день. Празднование не обошлось и без спортивных состязаний. Показать силу и ловкость успели даже самые маленькие. Победителям вручили памятные подарки. Поздравляем вас всех с Тауристом. Желаю вам счастья, здоровья. Чтобы все ваши мечты сбывались в третьем году. Всех поздравляем с праздником. Наорус Куту Болсон. У нас сегодня отличное настроение, прекрасный концерт. Приходите. Всем желаем счастья, здоровья, благополучия и, конечно, мирного неба над нашими головами. Насладиться программой здесь можно и завтра с 12 до 16 часов. К слову, Наорус Мейраме горячо любим всеми казахстанцами. Считается, что щедрое его празднование принесет успех и изобилие на целый год. Адилья Акушекова, Анатолий Белоног. Специальный репортаж. Весна, теснец, зимы полноценно вступают в свои права. 21 марта именно в этот особенный день отмечается светлый праздник Наурыз, который олицетворяет не только весеннее равноденствие, но и обновление природы. Один из любимых праздников с размахом отметили и в Акаинском районе. На центральной площади села Смирнова расставлены юрты. Отовсюду слышны ароматы горячих праздничных угощений и звучат теплые слова поздравлений. Творческие коллективы не скупились на музыкальные номера. В ночь на 22 марта, согласно древнему казахскому преданию, дома обходит Кадыр Ата, который приносит счастье и исполняет желания. Известен праздник и на другие обряды и традиции. Один из них продемонстрировали актеры Народного театра «Села Аралагаш». Сегодня у нас проводится в районе традиция, обряд. Мы приехали в село Аралагаш, показали обряд. Это между сваднями должна быть такая традиция, чтобы молодые жены долго жили, чтобы они были в таких близких отношениях, чтобы они как важный орган, как человека, так же, чтобы они пробовали эту еду, и у них, чтобы это все было прекрасно, было у молодых и так же у слотек. Жители района принимали участие в праздновании, веселых состязаниях, танцевали и напевали любимые песни. А также были щедры на теплые слова поздравления. С праздником, с наурызом, желаю здоровья, счастья. Поздравляю всех казахстанцев с праздником, особенно наших жителей нашего района, всем здоровья, мира. Поздравляю всех с наурызом, счастливых дней вам. С праздником всех, здоровья всем. Настроение очень хорошее, правда, сегодня холодно, ну ничего же, песни, пляски нас согревают. Выставка мастеров-ремесленников удивляла количеством талантов и представленным изобилием ручной работы. Декоративно-прикладное искусство, войлок и гончарное дело. Резьба по дереву и живопись. Каждый умелец достоин внимания. Я представляю Смирновский сельский округ. Всех с праздником, всем крепкого здоровья. Это мое хобби. Основная профессия у меня, я медсестра. Это для души. Очень нравится украшать косички девчонок, видеть их счастливые глаза, когда они бегают моими бантиками. Из чего делаете украшения? Из атласных лент, из бусин. Из бантики, из фоамирана всякие. В основном из репцевой ленты, чтобы было более качественно, чтобы дольше прослужило, дольше радовало моих красивых клиентов. Ну и какой же праздник без угощений? Горячий чай, сладости и баурсаки. Наурыс символизирует плодородие, дружбу и любовь. В этот день люди нарядно одеваются, ходят в гости к родным и близким и не смолкают добрые пожелания. Наталья Итова, Урал Амренов, специальный репортаж. На сцене праздничный концерт с песнями, зажигательными танцами и яркими театрализованными постановками. Не меньше людей собралось у юрт с угощениями. Столы ломятся от сладостей, золотистых баурсаков и хрустящих баромышек. А тех, кто хочет согреться, здесь угощают чаем или кумысом. Ну и, конечно, какой праздник без наурыс-кужи? Очень вкусная, вообще замечательно. Давно не пробовала наурыс-кужи. Только каждый год, наверное, ждем, чтобы на наурыс-кужи попить. А в юртах напротив ярмарка от местных умельцев. Украшения, одежда, головные уборы, корпе и многое другое сделали ремесленники Бесколя своими руками. Вот, к примеру, местное ателье представило национальную одежду для взрослых и детей. Уже есть покупатели. Мы очень любим заниматься именно национальными костюмами, потому что там можно воплотить всю свою фантазию и сделать из кусочка материала красоту вот такую. Мы этим занимаемся уже давно, больше 20 лет. Сейчас мы шили зимние камзолы, костюмы для ведущих, юрты, ну, в общем-то, много чего. У нас очень большой ассортимент. Свои изделия представил и Национальный культурный центр «Махсад». В нем дети и взрослые знакомятся с традициями и обычаями казахского народа, а еще учатся делать вот такие изделия. На выставке это представлены работы наших детей. Они сами на уроках труда шьют модели национальной одежды. Вот, например, 6-й и 5-й класс они шили вот эти тархья-алтертархья-алар. Сейчас они девочкам очень нравятся, и они с удовольствием носили у нас на праздники на уроках. Знакомим детей с национальными традициями. Дети играют в национальные игры, они могут везде это показать. И мы приготовили сегодня праздничный стол, к которому мы приготовили все национальные блюда. Желающие могли кататься на Алтыбакане или попробовать себя в национальных видах спорта, например, бельбеу. В круг выходят двое парней. Взяв за пояс противника, его нужно вытащить за пределы круга. Лучше всех с этим справился десятиклассник Диас Ахмеджанов. У меня было 4 соперника, всех я победил. Я занимаюсь борьбой уже 4 года. Это помогло мне выиграть. Специальной тактики у меня не было. Просто чувствовал, где какой прием применить и угадывал, что хочет сделать соперник. Игра интересная, мне понравилась. Не менее интересно было и в состязании Хошхар-Куэтиру. Здесь уже участники постарше. Было около 30 желающих попробовать свои силы. В общем, найти себе развлечение по душе смог каждый житель Бескуля. Сельчане праздником остались довольны. Все очень хорошо организовано, прекрасно. Я поздравляю всех с прекрасным праздником, с этим праздником весны. Желаю всем здоровья крепкого, счастья, достатка. Поздравляем с праздником на Угрыск. Желаем счастья, здоровья. Сегодняшний праздник отлично проходит. Погода замечательная, небо чистое, настроение у всех хорошее. Что еще нужно для счастья? Концерт отличный подготовили. Спасибо за такой праздник. Задорные песни, веселые развлечения и манящий запах угощений. На площади царила настоящая атмосфера праздника. В Чесневом Мамлюцком районе открылся филиал общественного объединения Казака Налары Достурге-Жол. Оно вносит большой вклад в сохранение и развитие культуры. Председатель этого республиканского проекта по Североказахстанской области отметила значимость данного события и поздравила население с этим великим праздником. Весь Казахстан поздравляю с таким замечательным весенним праздником. Пусть в каждой семье будет благополучие и достаток. Очень символично, что открытие филиала произошло именно в этот день. Мы хотим, чтобы подрастающее поколение не забывало и чтило наши обычаи и традиции. Побычаем на Налары обязательно должен быть накрыт богатый дастархан. На праздники столы ломились от угощений. Рома-бешпармака, плова, свежей выпечки разносился по всей площади. Отведать изобилие блюд мог любой желающий бесплатно. Также население могло принять участие в спортивных состязаниях и получить ценные призы. 110! Кто больше побьет рекорд? Давайте! Население охотно принимало участие в национальных забавах. За их выступлением наблюдали зрители, которые поддерживали смельчаков. Первый вот кость ломаем, желегуру называется. Видите, правила мы объяснили, все показали, как это правильно делается. Взнос и кость ломает. Потом гирю поднимает. Гирю тоже 32 килограмма. И количество раз, кто больше поднимает, тот первое место, второе, третье место определяем таким образом. И поднимание, проседание с бараном тоже количество раз, кто больше проседает бараном. На момент съемки рекорд по поднятию барана составил 115 раз. Окунуться в атмосферу праздника жители приходили с семьями или в компании друзей. Наталья Лукашева на площадь пришла вместе с супругом. Они стараются всегда посещать гуляние, ведь это дарит положительные эмоции и заряжает энергией. Ой, вообще все понравилось. Только народу, веселье. Все счастливые такие с улыбочками. И столы такие красивые, все накрыто. Вообще очень рады. Слов нет. Так уютно и хорошо так вообще. И погода сопутствует этому. Пришедшие отмечают, что организовали праздник на высоком уровне. Они считают, что такие гуляния нужно проводить чаще. Сегодня пришли на концерт. Получается, тут давали бесплатную еду. Все было очень хорошо, понравилось. Песня будет очень атмосферная. Хочу передать свое поздравление всем казахстанцам, чтобы жили в досадке, все было хорошо. Вообще все понравилось. Очень интересно. Вообще люди все добрые. Праздник хороший, концерт хороший. Детей очень много, мероприятий много проводят. Хороший праздник. Уважаемые казахстанцы, поздравляю вас с праздником Наурыз. Желаю вам процветания, всего самого хорошего. Пришли вместе с семьей на праздник. Очень нравится, очень весело. Наурыз отмечают во всех уголках страны. Все районные центры, населенные пункты нашей области тоже ощущают великолепие торжества. Стоит отметить, что Наурыз считается одним из самых древних праздников на земле. Он отмечается уже более 5000 лет и является международным. Такое решение было принято ООН в 2010 году.